Двумерный массив Двумерный массив На карте памяти процесса можно обходить двумя разными способами. Любой двумерный массив можно обойти, посетив все его элементы, последовательно по строкам, либо последовательно по столбцам. Исследование, которое провел Ульрих Дреппер несколько лет назад, показало, что даже задача инициализации массива при обходе его по строкам и по столбцам занимает разное время. В связи с этим, первой и основной эвристикой, которая связана с использованием двухмерных массивов, является отказ от обхода таких массивов по столбцам в пользу их обхода по строкам. Причина этого заключается в том, что обход массива по строкам предполагает последовательное чтение из смежных участков оперативной памяти. Это наиболее простой шаблон доступа к ресурсам памяти, который легко угадывается или, говоря более строго, предсказывается центральным процессором, который рано или поздно начинает в наших интересах выполнять предварительную выборку данных из оперативной памяти, даже в тех адресах, которые нами еще не запрашивались, но по предсказанию процессора, скорее всего, будут запрошены через несколько тактов или инструкций. Рассмотрим конкретный пример. Пусть в нашем распоряжении имеется прямоугольная матрица, сумму столбцов которой нам необходимо найти. Жизненный опыт, который во многом строится на базе школьной информатики, подсказывает, что сумму столбцов нужно находить, перебирая элементы матрицы точно так же по столбцам. Обойдя первый или нулевой столбец матрицы, мы найдем соответствующую сумму его элементов. Обойдя последний столбец матрицы, мы найдем заключительную сумму и выдадим окончательный результат. Тем не менее, стратегий обхода элементов, как мы прекрасно знаем, все равно остается две. Обход по строкам и обход по столбцам. Какую же из двух стратегий мы выберем? Чтобы ответить на этот вопрос с цифрами в руках, мы поставили вычислительный эксперимент, о результатах которого уже рассказывали на конференции DevLabs C++ 2013 года. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы, используя две различные целевые платформы, одна из которых была 32, а другая 64 разрядной, определить, как различные процессоры, в одном случае процессор Intel, а в другом случае процесс AMD, справятся с этой задачей при различных стратегиях обхода массивов и соответствующей загрузке данных в их кэш-память. Обратите внимание на то, что размеры массивов в принципе были выбраны так, чтобы с трудом помещаться в кэш-память каждого из процессоров. При этом число проведенных тестов было достаточно велико, чтобы максимально сократить статистическую погрешность результатов измерений. В качестве операционной системы мы использовали систему Ubuntu Linux, которая на момент проведения этих экспериментов в LTS-редакции существовала как Ubuntu 12.4. Для того, чтобы обеспечить как можно большую независимость тестов друг от друга, мы специальным образом подготовили массив, размер которого был настолько велик, чтобы все его элементы не могли поместиться в кэш-память первого и даже второго уровня одновременно. Данный массив на первом этапе инвалидации кэш-памяти данных записывался в оперативную память, то есть инициализировался заново, перед и после соответствующего теста. Кроме того, на втором этапе процесса обеспечения независимости основных тестов мы случайным образом меняли значение некоторых элементов этого мегамассива с тем, чтобы отдельные его части обязательно загружались из оперативной памяти в кэш-данных второго уровня, а затем и в кэш-данных первого уровня. Тем самым мы обеспечивали так называемый сброс кэш-памяти данных первого уровня, который, безусловно, не может в явном виде выполнить ни один прикладной процесс и даже операционная система. Результат, которого нам удалось достичь после выполнения соответствующей серии экспериментов, в которых, я напомню, участвовали два отдельных персональных компьютера, имеющих 32- и 64-разрядную архитектуру, построенных на базе процессоров Intel и AMD, но использующих в качестве операционной системы Ubuntu Linux 1204, эти результаты представлены на диаграммах, которые вы видите на текущем слайде. Обратите внимание, что мы пытались помочь компилятору, предлагая различные уровни оптимизации кода по его скорости. Наибольшее внимание, конечно же, должны привлечь результаты, полученные при полном отказе от оптимизации, то есть при компиляции с ключом O0. Результаты компиляции с ключом O0, которые соответствуют двум различным стратегиям, или, как мы их назвали, вариантам обхода двухмерного массива, в числах выглядят следующим образом. Обратите внимание, что результаты, представленные в числовом виде на диаграммах, выражены в тактах и не зависят от реальной частоты процессора, а только от его архитектуры. Результаты для процессора Intel X86 и результаты для процессора AMD X86-64. В глаза бросается полутора-двухкратное ускорение решения задачи о поиске суммы столбцов двухмерного массива при выборе контринтуитивной стратегии обхода этого массива по строкам. Почти уверены, что от предпочтения именно такого варианта обхода явно не в восторге будет школьная информатика. Однако объективно, такой подход к решению задачи дает впечатляющий результат. Переходя от диаграмм с первичными результатами к их обработке, можно заметить, что результат действительно весом. На процессорах с разной разрядностью и разной архитектурой, разработанных разными производителями, мы получили более чем повторяющийся результат. Обход массива по строкам в два, а то и более раза более эффективен, нежели его обход по столбцам. дополнительного ускорения удается достичь за счет перехода компиляции с ключами O1, O2 и O3 и подключения соответствующих инструкций процессора новых поколений. Что же стоит за столь серьезными результатами и почему оптимизация работы с кэш-памятью того стоит? Ответ кроется в дороговизне ситуаций, когда процессору не удается найти необходимые данные в кэш-памяти первого либо второго уровня. Ситуация, при которой данных нет в кэш-памяти и процессору приходится обращаться за ними в оперативную память, носит название кэш-промаха. Для того, чтобы понять, насколько велика стоимость такого кэш-промаха, обратимся к диаграмме, на которой представлено время выборки данных из кэш-памяти разного уровня и из оперативной памяти. Диаграмма построена по данным, относящимся к одной из моделей процессоров производства Intel. Прежде всего, обратите внимание на тот факт, что эта диаграмма имеет логарифмическую шкалу. Кроме того, вы уже наверняка заметили, что стоимость доступа к памяти регистра процессора не может всегда составлять один такт. Время, равное одному такту, как правило, затрачивается в случае косвенной адресации. В случае, если данные находятся непосредственно на регистре, то время доступа к ним равно нулю, но отразить ноль на логарифмической шкале по понятным причинам мы не смогли. Глядя на эту диаграмму, вы, безусловно, поверите нашему утверждению о том, что с точки зрения центрального процессора оперативная память – это более чем медленное устройство. Обратите внимание, что соотношение количества тактов, затрачиваемых на доступ к кэш-памяти первого и второго уровня с учетом технологического развития отрасли микроэлектроники, принципиально не меняется в последние годы и вряд ли претерпят серьезные изменения в перспективе 5-10 лет. Многие технологические ограничения, заставляющие нас говорить о приблизительной константности соответствующих времен доступа, обусловлены законами физики, в частности, скоростью движения электромагнитных волн. Именно по причине незыблемости законов природы все большая и большая ответственность за оптимизацию сложных в вычислительном плане алгоритмов и их фрагментов ложится на программиста. Какие же еще эвристики и действия по оптимизации кода для повышения эффективности использования кэш-памяти данных и инструкций можно произвести? Прежде всего, необходимо отталкиваться от сути самой задачи. Для определенных классов и категорий задач существуют эффективные способы их разбиения на более мелкие фрагменты как в части выполнения вычислительного процесса, так и в части задействованных данных. Тем самым, как вы наверняка уже догадались, мы повышаем локальность данных и локальность инструкций. Дополнительными эвристиками, повышающими эффективность работы с кэш-памятью, могут являться, например, устранение необоснованных, ненужных, немотивированных переходов по коду. Переходы по коду – это не только и не столько использование оператора GoTo, от чего мы рекомендуем вам уже сейчас категорически отказаться. Переходы по коду – это также вызовы процедур и функций, которые инвалидируют состояние кэш-памяти инструкций и заставляют процессор начать выполнение кода в совершенно ином месте образа вычислительного процесса. Именно для того, чтобы повысить локальность инструкций и тем самым повысить скорость исполнения кода процесса в целом, применяется техника встраивания функций в точку их вызова. Но о встраивании функций мы поговорим немного позднее. Еще один достаточно простой и эффективный прием – это развертывание циклов. Представьте себе, что у вас имеется цикл с фиксированным количеством повторений, в котором определенные его части выполняются в зависимости от того, четное или нечетное значение имеет числовой параметр цикла. Очевидно, что при каждой итерации выполняется только половина тела этого цикла, а вторая половина, в зависимости от текущего значения параметра, пропускается. Такая организация кода, возможно, достаточно наглядная, компактная и удобная для сопровождения, весьма дискомфортна для процессора. Поскольку какое бы значение не принял параметр вашего цикла, в этом цикле обязательно произойдет необоснованный переход. Часть кода будет пропущена. Для того, чтобы избавиться от такого немотивированного перехода, цикл может быть частично линеаризован. Количество итераций может быть сокращено вдвое, а шаг параметра цикла доведен до двух. В таком случае те части кода, которые ранее выполнялись при четном и нечетном значении счетчика, будут безусловно выполняться на каждой из итераций, тем самым код будет выполняться более последовательно, чем прежде, и совокупная эффективность этого фрагмента вашего программного решения увеличится. Также следует обратить внимание на дополнительные возможности, которые предоставляет нам микропроцессор в плане специальных инструкций для выполнения некоторых достаточно простых действий. Помимо представленных на нашем слайде инструкций инкремента и декремента, которые в любом случае выполняются эффективнее, чем прибавление и вычитание единицы соответственно, нельзя забывать и о сдвиговых операциях, которыми можно заменить арифметическое умножение и деление на степени числа 2. Наконец, сегодня во всех микропроцессорах есть те или иные наборы векторных операций, которые могут быть внедрены в код явно посредством ансемблерных вставок, либо косвенно через соответствующие ключи компиляции кода на языке C. Продолжая разговор об оптимизации кода для повышения эффективности загрузки кэш-памяти процессора, на сей раз кэш-памяти инструкций или команд, познакомимся с одной из самых простых евристик, применимых к операциям ветвления. Операции ветвления в силу своей конструкции предполагают, что выполнена будет только одна из двух или нескольких альтернативных ветвей. В том случае, если мы знаем, какая из ветвей может выполняться чаще, а какая, соответственно, реже, в игру вступает рассматриваемая евристика. Предположим, что анализ предметной области, собранная статистика или иные соображения позволяют говорить о том, что одна из ветвей кода будет выполняться чаще, а другая реже. Налицо определенная статистическая смещенность, пользуясь которой мы должны правильным образом расположить ветви в коде. Правильным образом означает следующее. Первой следует ветвь, которая выполняется чаще. Ветвь, которая выполняется реже, относится к конструкции ELSE или иначе. Почему это работает? Дело в том, что в процессе выполнения машинных инструкций центральный процессор всегда смотрит немного вперед, загружая внутренний конвейер, который занимается дешифрацией инструкций, предвыборкой данных из оперативной памяти или кэша данных и другими полезными вещами. В том случае, если первой следует статистически смещенная в ложную сторону ветвь, то на пути вычислений образуется определенный провал, который необходимо обойти, а в результате такого обхода все, что было дешифровано и предварительно выбрано процессором, становится не нужно. В конвейере, который занимается подготовкой объектного кода к исполнению микрокоманд, образуется так называемый пузырь. И процессор ненадолго переходит в режим ожидания готовности следующих команд, которые будут прочтены из основной памяти кода процесса с тем, чтобы получить возможность их исполнять. Для того, чтобы такие пузыри не образовывались, и надо правильным образом размещать ветви ветвлений в исходном коде. То, что выполняется реже, то, что относится, к примеру, к обработке ошибок и всевозможных нештатных ситуаций, должно вытесняться из основного вычислительного пути и находиться, например, в нижних частях ветвлений, ближе к концу вызываемых функций. Основной способ правильной расстановки частей ветвлений – это, очевидно, правильное, изначально корректное их написание. В том случае, если код уже создан, и он достаточно прост, мы можем без особых проблем, не забыв инвертировать условия, находящиеся в заголовке оператора ветвления, переместить блоки на место друг друга. То, как это делается, схематично показано на нашем слайде. Однако иногда код может иметь весьма сложную, нетривиальную, если не говорить запутанную структуру, и нам по понятным причинам может быть просто боязно его модифицировать. В этом случае можно воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет нам компилятор семейства GCC, а именно одной из функций семейства builtIn. компилятора GCC не оказывает прямого воздействия на прикладной характер алгоритма, который вы разрабатываете. Отсутствие прямого влияния связано с тем, что целочисленная функция builtInExpect возвращает то же значение, которое было передано ей как первый фактический параметр. Косвенное влияние этой функции связано с тем, что она сообщает компилятору необходимую ему информацию о характере предсказания переходов. Вызовом builtInExpect вы как бы говорите о том, что выражение exp в большинстве случаев принимает значение второго параметра, параметра c. Для того, чтобы этой функцией было еще удобнее пользоваться, мы можем порекомендовать обратить внимание на два макроопределения, приведенных в нижней части данного слайда. Обратимся к примеру. Предположим, что показанный на слайде фрагмент кода является структурно нетривиальным. Мы не хотели бы кардинально менять организацию этого исходного кода, однако условия, содержащиеся в заголовке представленного вербления статистически смещено и ложно гораздо более чем в половине случаев. Это прекрасный повод произвести реорганизацию кода, но если не структурно, то хотя бы логически при помощи использования функции builtInExpect или одной из ее оберток, которые имеют вид макроопределений. Говоря о самих макроопределениях, мы хотели бы остановить внимание аудитории на двойном отрицании, которое используется и в первом и во втором случае. Поскольку значение expr имеет произвольный числовой тип, двойным отрицанием мы способны перевести такое числовое значение в более или менее логические значения. Значение 0, которое означает ложь, и значение 1, которое означает истина. Предположим, что значение expr равно 5, отрицание 5 по правилам языка C это 0, отрицание 0 – 1. Двойное отрицание 0 также равно 0 и присутствует в данной конструкции больше по соображениям симметричности двух макроопределений. Результатом преобразования кода при помощи макросов «likely» и «unlikely» является код более эффективной с точки зрения предсказания переходов. преобразовав код таким образом, мы можем быть вполне уверены в том, что кэш-память инструкций процессора будет использоваться более эффективно. Заключительная эвристика, с которой мы познакомимся в нашем видеокурсе и которая также посвящена оптимизации использования кэш-памяти команд – это встраивание функций. Встроенные или встраиваемые в точку своего вызова функции образуют отдельный класс памяти среди функций в языке C. Да, я не оговорился. Понятие класса памяти или модели управления памятью в языке C применимо как к объектам хранения, то есть данным, выраженным как переменные и константы, так и к функциям, то есть к коду программы. В языке C существует три класса памяти функций. Это функции с внешним связыванием, класс памяти, принятый для функций по умолчанию, функции с внутренним связыванием, видимые только в пределах того файла, где они определены, и, наконец, встраиваемые функции. В чистом C встраиваемые функции можно отличить при помощи атрибутов компилятора GCC. Пример, посвященный применению этих атрибутов, мы рассмотрим немного позднее. А пока обратимся к плюсам и минусам встраивания функций. С одной стороны, встраивание функций обеспечивает большую эффективность кода. Это обусловлено устранением избыточных дальних переходов по коду и возможности, которые получает компилятор для рассмотрения большого кодового фрагмента как единого целого. Чем меньше швов в таком фрагменте исходного кода, тем более эффективным получается объектный код на выходе компилятора. С другой стороны, когда большое, неоправданно большое количество функций встраивается в точку их вызова, совокупный объем такого кода увеличивается и он, к примеру, перестает помещаться в кэш-память инструкций не только первого, но и второго уровня. В итоге одна и та же функция, которая посредством дальних вызовов могла актуализироваться несколько раз из разных точек программы, каждый раз встраивается в точку своего вызова, тем самым раздувая результирующий код. Этот феномен приводит нас к обратной стороне встраивания, когда чрезмерное встраивание функций делает код менее поворотливым, снижая его общую эффективность. Евристика, которая связана с встраиванием функций, гласит, функция, которая определена в коде и вызывается в нем всего один раз, должна обязательно встраиваться в точку своего вызова, поскольку дополнительных точек вызова и точек встраивания у нее никогда не появится. С другой стороны, функции, которые вызываются многократно, являются достаточно сложными и содержат гораздо больше одного оператора, должны храниться отдельно, поскольку их встраивание может привести к тому феномену, в силу существования которого встраивание кода не любят многие практикующие программисты. Но обратимся к примеру. С учетом наличия в компиляторе GCC соответствующих атрибутов, мы имеем три различных способа выразить свое отношение к встраиванию той или иной функции. Способ номер один заключается в том, чтобы использовать атрибут alwaysInline, либо атрибут noInline, который приписывается к каждой конкретной функции. Атрибут alwaysInline заставляет компилятор GCC принудительно встраивать функцию в точку ее вызова, если это возможно. Ни для кого из вас не секрет, что не каждая произвольная функция в принципе может быть встраиваемой. В частности, встраиванию по понятным причинам не подлежат рекурсивные функции, то есть функции, внутри которых содержится вызов их самих. То же самое касается случаев не прямой, а косвенной рекурсии, которая не меняет сути дела. Функции, которые с точки зрения компилятора являются чересчур сложными, содержат большие вложенные нетривиальные циклы, также, как правило, не встраиваются. Тем не менее, применение атрибута alwaysInline повышает до максимума шансы встраивания тех функций, которые в принципе могут быть встроены компилятором в точку их вызова. Прямой противоположностью атрибуту alwaysInline является атрибут noInline, который обеспечивает запрет встраивания функций. Второй способ выразить наше отношение к встраиванию функции – это ключевое слово inline. Ключевое слово inline плохо соотносится с атрибутами GCC. В случае, когда оно применяется для функций, снабженных атрибутом alwaysInline, оно становится избыточным. В ситуации, когда оно сопровождает функции, связанные с атрибутом noInline, мы имеем два прямо противоположных требования к компилятору, что заканчивается ошибками компиляции. Наконец, третий способ выразить наше отношение к встраиванию функции – отказаться от использования атрибутов GCC и ключевого слова inline, такая функция будет существовать независимо в объектном коде программы.